Ну что, давайте перейдем, собственно, к ключевой теме. Наверное, собираясь и формируя программу, мы начали ее формировать достаточно давно, примерно в ноябре месяце, стало понятно, что программа получается такая, более-менее типовая. Ну то есть вопросы относительно к регуляторам все задают примерно те же самые, волнуют всех схожая тематика, схожая проблематизация, и хотя действительно это всегда полезно, получить возможность открытого диалога с уважаемым регулятором, но казалось, что мы будем говорить примерно об одном и том же. Но в этом году у нас произошли большие изменения, 24 февраля, конечно, слегка изменил ландшафт, и вопросы, приходящие после 24 февраля, конечно, пришли кардинально другого характера. Знаете, сейчас общаясь в экспертном сообществе, наверное, можно увидеть два подхода или два мнения про происходящее сейчас в киберпространстве. Никто не отрицает того, что атак стало больше, выросла интенсивность, и она нагнетает обстановку с точки зрения ежедневной работы центров защиты, с точки зрения работы регуляторов, с точки зрения работы правоохранительных органов, ну и так далее. Но дальше идет полярное мнение. Кто-то говорит о том, что на самом деле сейчас мы сталкиваемся с беспрецедентным уровнем угрозы, совершенно новые вектора, совершенно новые техники, совершенно новые подходы, то, что до этого никогда не встречалось, сейчас все обрушивается на Российскую Федерацию. Другие же говорят по-другому, что на самом деле все, что написано сейчас в документах, то, что мы тренировали в рамках учений, в общем-то, именно с этим мы и сталкиваемся. И вопрос нашей готовности скорее говорит о том, насколько мы следовали тому, о чем нам говорили большевики. Ну и, собственно, наверное, с этого хочется и начать. Слово хотел бы отдать Сергею Карелову. Сергей, как со стороны Национального Конституционного Центра смотрится текущая ситуация, именно даже не столько в интенсивности, а так, наверное, сколько, что нового видно за последнее время в киберпространстве? Да, Владимир, спасибо. Ну, на наш взгляд, сейчас можно без преувеличения сказать, что на самом деле за последние два месяца, да, вот, прозвучала дата 24 февраля, как некий, там, я не знаю, рубеж, вот за эти последние два месяца на самом деле реализовались, были реализованы большинство из тех рисков, которые мы действительно отрабатывали на наших учениях. На наших учениях, с учениями, там, Русского надзора. Если посмотреть в целом на то, что происходило за эти два месяца, да, все началось в первые дни с массированных ДДОС-атак. Ну, не сказать, что это новое, но что же такого, какая же новизна вот была привнесена, собственно, в эти ДДОС-атаки. С той стороны оперативно были созданы, так называемые, не знаю, центры управления, но не центры управления компьютерами, да, а центры управления, организационные центры управления, которые начали организовывать эти ДДОС-атаки с использованием средств вычислительной техники простых пользователей. То есть были созданы обычные, там, телеграм-каналы, в которых начали просто-напросто организованно выкладываться цели на каждый день. Тем самым, ну, атаки стали не хаотичные, они приобрели такой целенаправленный характер на конкретную организацию в конкретный день и с конкретным типом, видом вот этой вот самой ДДОС-атаки. За счет того, что, ну, соболезнующих, сочувствующих, я не знаю, с той стороны вот этим вот призывом достаточно большое количество, то и достичь массовости вот этих ДДОС-атак им удалось достаточно оперативно, быстро и поддерживать их в таком достаточно серьезном объеме. Что происходит? По сути, простые компьютеры, да, простые обычные пользовательские компьютеры становятся источником вот этой самой ДДОС-атаки. За счет того, что там сотни тысяч пользователей и за счет того, что цель указания дается определенное на определенный ресурс в определенный день, то вот эта вот ДДОС-атака, она становится действительно большой. Какова особенность еще, которую мы заметили, вот этих вот ДДОС-атак? Значит, были созданы ресурсы, ресурсы, так называемые редиректы, путем захода на которые пользователь становился участником легитимных запросов, тем самым из-за большого количества этих легитимных запросов возникала ДДОС-атака на уровень L7, на уровень приложений. Причем в силу того, что все эти запросы по своей сути являются легитимными, то фильтровать такой объем запросов, такие запросы, ну их было достаточно сложно. Но тем не менее, так или иначе с этими проблемами справлялись. Что еще можно отметить за эти предыдущие два месяца? На что было направлено? Воздействие той стороны, они были направлены в попытке получить какой-то общественный резонанс, поэтому все атаки, которые они совершали, они в первую очередь были направлены на получение вот этой вот выгоды, которая бы принесла какой-то общественный резонанс. Волна дефейсов, которая была, ну и периодически она продолжает проходить, волна дефейсов в первую очередь на СМИ, в первые дни были такие, собственно, дефейсы. Волна дефейсов и на другие организации, результатом которой стало появление информации на официальных ресурсах, информации не очень правильной, да, с точки зрения нелегитимной информации. К сожалению, помимо, в принципе, информации с призывами какой-то, появлялась информация от имени первых лиц этих организаций, что, собственно, наносило определенный, наверное, репетиционный ущерб этим руководителям. Дальше пошла волна ВПО. Волна ВПО, которая была связана в первую очередь со внедрением в соответствующие сторонние библиотеки, это то, что мы наблюдали, это еще одна из угроз, мы ее также отрабатывали с тем, что сторонняя библиотека загружается на сайт, а там прилетает баннер неправильного содержания. Одна из последних тенденций сейчас времени, текущего времени, то, что мы наблюдаем, это, в принципе, попытка, так скажем, показать то, что достаточно большое количество ресурсов, оно уязвимо. Это утечки. Утечки, которые в последнее время выкладывались достаточно в большом объеме, из различных организаций уже безотносительно, в принципе, какой отрасли эта организация принадлежит и какой эффект общественный может дать. Здесь, в принципе, показать то, что организации уязвимы, и определенные цели в этом, конечно, злоумышленники достигают. Как вы сами знаете, появляется в открытом доступе определенное количество утечек из различных организаций. Была волна шифровальщика. Нельзя сказать, что она сейчас там спала на нет, но и такое было. Были факты, опубликованные также о том, что зашифрованы информационные системы, банки данных этих систем, этих организаций. Была и такая угроза. Не думаю, что она сейчас ушла. Просто вопрос в том, какие возможности остались у нарушителей по поверхностям атак, и куда они сейчас могут проникнуть. Одна из последних, так скажем, тенденций, хотя пока еще тяжело ее называть тенденцией, но это отчасти связанный риск с шифровальщиками, но без выкупа, просто затирание всей информации, просто ее уничтожение. Такой элемент шифровальщиков без расшифровки, так скажем, такой проявляется. Ну и то, что вы видели, в принципе, еще ряд угроз. Это угроза и отзывы сертификатов, это угрозы, которые реализованы были. Это угроза отзыва функционала, части функционала импортных средств, защиты. Тоже такая вещь была реализована в самом начале. Поэтому в целом, подводя итог такому краткому обзору, хочу сказать, что в принципе мы не видели вот чего-то нового, прям изысканного, изощренного. В целом это то, о чем мы с коллегами из ВСТЭК говорили на протяжении последних нескольких лет. Это те самые угрозы. И в первую очередь реализация многих из этих угроз, она была связана не с тем, что с той стороны прям вот такие изощренные способы, а так были использованы и смогли проникнуть, а с тем, что многие, к сожалению, многие организации, которые подверглись этим атакам, они были к ним просто-напросто не готовы. Они не выполнили все те самые меры, о которых мы с коллегами из ВСТЭК предлагали им выполнять на протяжении последних нескольких лет. Да, Сергей, спасибо. Ну, давайте, если можно спросить мнение о ВСТЭК. Виталий Сергеевич, с Вашей стороны, как смотрится текущая ситуация, менялись какие-то планы ВСТЭКа в текущей картине мира относительно нормативных документов, проверок, или двигаемся своим чередом? Да, спасибо. Добрый день, коллеги. Приветствую всех участников мероприятия сегодняшнего. С нашей точки зрения, здесь добавить по тем классам угроз, которые были озвучены, нечего. Я единственное хотел бы, наверное, обратить внимание, если можно такой термин, повысилась такая целенаправленность. То есть вот эта координация, о чем было сказано, координация через телеграм-каналы, либо через другие какие-то ресурсы, она привела к тому, что многие угрозы или атаки стали более целенаправлены и направлены на конкретные ресурсы или на конкретные организации. Это вот к вопросу нашему спору постоянно там целенаправленные угрозы, нецеленаправленные угрозы. Это первое. Второй момент, который мы отмечаем, вот те риски, о которых Сергей говорил, которые связаны там с отзывами сертификатов, обновлений, ну и так далее, там так называемое окирпичивание отдельного оборудования или среза, потеря функциональности, они идут вследствие, ну скажем так, действий государств, то есть и компаний, непосредственно там вендоров. И это, по нашему мнению, приводит к тому, что модель угроз, если мы, ну такой вот применяем термин, такое абстрактное, некое описание или модель нарушителя, она у нас с 24 февраля, ну скажем так, поплыла в сторону, значит, источника угрозы, как государства. Мы же все привыкли к тому, ну точнее общая тенденция, не то, что привыкли, а общая тенденция является, значит, занижение категории нарушителя и выстраивание мер защиты относительно, значит, нарушителя такими базовыми возможностями. Но вот эта вся ситуация сейчас показала, что категория нарушителя повышается, повышается, и у нас модели угроз, они, собственно говоря, это не учитывают, это повышение, ну и система защиты. В этих условиях мы совместно с коллегами НКЦКИ принимаем такие оперативные меры по повышению защищенности объектов информационной инфраструктуры. Ну, в двух словах это работает следующим образом. Мы от коллег из НКЦКИ получаем, какие атаки либо они прогнозируют, либо на какие-то объекты происходят. Вырабатываем меры организационные, технические по повышению защищенности этих объектов и направляем их по имеющимся каналам, постараемся это делать оперативно, направляем их как в органы государственной власти и федерального уровня, оригинального, так и в субъекты критической информационной инфраструктуры. По банковской сфере мы такую работу проводим совместно с Центральным банком, они тоже подключены, и в своей части там коллеги прокомментируют. Вот, конечно, нам придется, наверное, вот, когда эта ситуация, ну, придет в определенное стабильное русло, нам необходимо будет пересмотреть отдельные требования и подходы с точки зрения защиты систем и соответствующие корректировки, наверное, в требования мы обязательно включим. Ну, и плюс к этому, если закон, значит, изменения в 149-й федеральный закон пройдут, который сейчас в Государственной Думе правительство его поддержало, то вот мы это сделаем в рамках вот этих обновленных требований, которые мы планируем там, значит, утвердить. Ну, и плюс подкорректируем, скорее всего, ну, не скорее всего, подкорректируем точно требования по безопасности значимых объектов в части 187-го федерального закона. Так как, вот, как Сергей сказал, ну, значит, угрозы, все основные классы, там, или группа, или виды, там, угроз, они остались, то надо будет просто приоритеты выставить в принятии тех или иных организационных технических мер по безопасности. Я это так себе представляю. Спасибо. Спасибо большое. Ну, действительно, большая работа по повышению защищенности ведется по разным объектам. А что делается, не знаю, на уровне государства для того, чтобы новые векторалии наставили менее актуальны? Уже упоминались тематики отзыва сертификатов, уже касались математики санкций, которые вводились на нас. Вал Владимир Николаевич, могу вам попросить со стороны, есть ли какие-то планы в цифровой экономике, есть ли текущие планы со стороны Минцифры по повышению устойчивости? Доброе утро. Да, действительно, верно замечено, что мы не видим каких-то новых видов угроз, и ко всему этому вроде бы мы готовились. И много лет у государства было различные проекты, мы строили раннеры, НСДИ, НУЦ и другие сокращения, понимая, что такие угрозы есть, и что, соответственно, снаружи могут повлиять на в целом инфраструктуру интернета, которая у нас здесь выстроена. Проводили постоянно учения, но одно дело – это готовиться, проводить учения, и совсем другое – это когда мы с этим в реальности сталкиваемся. Есть те риски, которые мы предвидели, то, к чему мы готовились, и то, на что мы так среагировали, что практически большая часть участников даже не видит, что есть какая-то деградация, есть какие-то недооцененные риски. Например, история с удостеряющими центрами и отзывом сертификатов – это же фактически история с потерей доверия к Мировому институту доверия к удостеряющим центрам. Их было много, мы знали, как они построены, мы создавали параллельную инфраструктуру национального удостеряющего центра. В дополнение к этому мы планировали, как госорганы будут на это переходить, как мы будем внедрять ГОСТ. И тут буквально за несколько дней весь институт доверия к этим удостеряющим центрам практически пал. Когда из всех удостеряющих центров остается буквально один, с которым ИТОП предстает, постоянно приходится разговаривать, чтобы он все-таки выдавал эти сертификаты. Здесь, конечно же, пришлось очень резко реагировать на эти новые угрозы, вводить новые технологии, по-новому менять порядок предоставления тех же самых сертификатов безопасности. Беспрецедентная история, по согласованию с Федеральной службой безопасности мы выдаем сертификаты на иностранные, на импортные криптографии. Не потому, что мы, как государство, не готовы, мы-то как раз были готовы выдавать исключительно сертификаты на гостей, а просто потому, что инфраструктура заказчиков не могут переехать за 2-3 недели на, соответственно, использование отечественных гостов. С другой же стороны, мы прекрасно понимаем историю с доверием. Для удостоверяющих центров доверие к УЦ это основное, и поэтому пришлось внедрять новые технологии прозрачности. Мы публикуем списки всех выданных сертификатов. Это такая притеча к сертификат-трансперенси. Вот буквально сегодня, завтра, на этой неделе мы опубликуем полноценный лог-сертификат-трансперенси. Ну, то есть мы взяли весь успешный зарубежный опыт, и, соответственно, целиком его пытаемся локализовать здесь, в стране, за вот считанные дни и недели. Хотя это некая история, которая обычно, конечно, строится годами. И есть риски, которые до сих пор еще не наступили. Мы их вслух не будем называть. Ну, то есть нельзя сказать, что мы победили все угрозы, и что у нас инфраструктура выстояла, и что никакой там деградации в дальнейшем не будет. К сожалению, пока такое сказать нельзя, потому что мы видим, что, ну, скажем так, козыри у наших оппонентов остались в рукаве. Вот, поэтому будем смотреть, будем реагировать. Да, спасибо. Ну что, завтрашний день готовит нам, видимо, снова много интересного. Прежде чем перейти, наверное, к мнению Центрального банка о том, как ситуация обстоит, и что нужно сделать, какие планы на текущем этапе есть, хотелось поговорить с самой отраслью, дать слово Алексею Войлокову, ассоциации банков России. Какие есть запросы, что нужно банкам для того, чтобы повысить эффективность, чтобы эффективно предъявить, стать атакам, противодействовать мошенникам? Да, спасибо. Ну, на самом деле, коллеги уже обозначили все основные такие важные вехи направлений. Я добавлю только то, какие есть запросы со стороны банковской системы к тому, что происходит. Понятно, что все очень быстро меняется, как уже озвучилось, в том числе и, к сожалению, ряд вендоров, которые делали IT-решения и B-решения западных, они ушли-ушли мгновенно. Кто-то отказался от поддержки своих продуктов. И в свете этого тот вопрос, о котором долго, к сожалению, дискутировали по импортозамещению, встал как никогда на стрие таком. Но понятно, что не на все решения есть отечественные разработки продукты. На их создание нужно, скорее всего, не один месяц. Это раз. Но даже там, где есть полноценные отечественные аналоги, то быстро их внедрить, заменить в банк, тем более средних и крупных, не так-то просто и возможно мгновенно сделать. Поэтому здесь мы обращались в Центральный банк с просьбой временно пока приостановить какие-то либо, в том числе и в этой части, санкции в отношении кредитных учреждений, понимая, что это не какая-то их стороны там неторопность, а именно объективные причины. И они сами заинтересованы все это реализовать как можно быстрее. Вторая вещь это то, что, к сожалению, с уходом с одной стороны западных вендоров, за ними потянулись часть IT и БС-специалистов, понимая, ну, кто-то по политическим, кто-то по финансовым соображениям, что там можно больше заработать. Ну, и плюс то, что было очень своевременно и правильно сделано государством по поддержке IT-отрасли, это сильное, серьезное налоговое послабление для того, чтобы на ближайшие три года поддержать развитие и создание развития своего отечественного IT-полноценного направления, привело к тому, что, к сожалению, та ситуация, которая была в банковской сфере еще до вот этих начавшихся событий, когда достаточно сложно было находить и удерживать хороших экспертов, специалистов по IT, ИБ, и самое главное, не только в регионах, но даже и в Москве, вот она обострилась очень катастрофически, при этом мы знаем, что многие банки, в том числе почти все крупные, это по сути уже такие IT-площадки, которые создают достаточно широкий спектр продуктов, которые применяются не только у них, не только в их экосистемах, но и также другими участниками. Поэтому здесь мы обратились как раз и в Центральный банк, нас Центральный банк поддержал, ну и дальше в правительство, в Минцифру на тему того, что надо расширить вот этот спектр налоговых и не только налоговых послаблений, в том числе для возможности работы, полноценной работы IT-специалистов в финансовых учреждениях, то есть не только рассматривать исключительно по АКВЭДу. Ну и здесь можно расширять дополнительно, вводить наверное программы еще льготные ипотеки для IT-специалистов, потому что у нас есть там для льготной ипотеки для Дальнего Востока, для молодой семьи, но здесь это все можно и нужно расширять, то есть появилась такая возможность именно для быстрого развития то, что не успели мы сделать до этого момента в IT-отрасли. Понятно, спасибо большое. Я услышал, что запрос разбивается на три части. Первая скорее даже не поддержка методическая в плане нормативной базы, а скорее дать возможность время для того, чтобы ее поддержать, чтобы успеть трансформировать свои инфраструктуры. Ну и естественно кадровый вопрос всегда актуален. Андрей, могу ли попросить слово центрального банка, как для них эта картинка смотрится, как для вас собственно, какие ответы на запрос банковского сообщества у вас не готовы. Здравствуйте, ситуация, которая сложилась начиная с 24 февраля. Действительно, мы на протяжении определенного периода времени достаточно плотно с коллегами из ФСБ взаимодействовали, выстраивали эти планы реагирования на атаки, отрабатывали разные планы и так далее. И в целом, по нашему оценку, это дало определенный результат. Надо сказать действительно, что здесь я полностью присоединяюсь к словам предыдущих ораторов о том, что атаки в целом как бы принципиально по своему содержанию не изменились, но на наш взгляд они приобрели такой вот, скажем так, больше пиар-оттенок. То есть успешные атаки были, если они были, они были серьезными пиар-поводами. Даже если атаки были как бы фейковые, все равно создавался определенный пиар такой вокруг этих вот атак. И банковская отрасль или вообще финансовая отрасль получается была одним из векторов атак основным. Поэтому здесь мы действительно достаточно плотно с коллегами работали и необходимо сказать, что за последнее время мы по большому счету не отметили каких-то вот таких серьезных пробоев системы защиты, которые привели к каким-то серьезным последствиям для нашей отрасли. то есть как с точки зрения каких-то финансовых потерь самих банков, так с точки зрения деградации или там прекращения предоставления тех иных сервисов банковских. Поэтому здесь вот мы считаем, что на текущем этапе в принципе банковская отрасль в целом отразила те атаки, которые были. но это собственно здесь я с коллегами соглашусь, что по нашим оценкам это только начало, первая волна проходим ее, соответственно, более-менее успешно, но дальше предстоит серьезная работа с точки зрения именно таких глубинных вопросов, связанных с совершенствованием подходов к выбору средств защиты, совершенствованием изменением векторства в сторону импортозамещения более активного очевидно. И собственно говоря Банк России в этой части не стоит в стороне, то есть у нас развивается нормативное регулирование в этой части, у нас как известно у Банка России есть относительно затрагиваемые темы две группы полномочий, это вопрос управления операционным риском и вопрос обеспечения операционной надежности. И собственно наше целеполагание заключается в том, чтобы как бы риски банков были под контролем, чтобы как с точки зрения собственных потерь банков от возможных атак, так с точки зрения непрерывности операционной надежности предоставления публичных сервисов клиентам банков и вообще в целом клиентам финансовых организаций. Так и третья тема, которая пока не затрагилась, но она для нас не менее важна, это розничный фрод. Мы внимательно следим за этой тематикой и пытаемся контролировать, чтобы собственно говоря работа в новых условиях не приводила к существенному росту фрода. это задачи никто не снимает, хотя возможно она в связи с целевым компьютером атаками несколько ушла на второй план. И здесь действительно мы работаем и собственно если говорить о коллегах с Минцифры мы достаточно как мне кажется оперативно конструктивно отработали тематику связанную с отзывом СССР сертификатов и была определенная ситуация когда вся эта история началась это в марте месяце было но мы успешно преодолели эту ситуацию и сейчас собственно говоря каких-то существенных проблем в этой области мы пока не видим. То есть таким образом если подытоживая мое выступление мы как бы считаем что Банк России безусловно должен стоить за рисками с точки зрения потерь самих с точки зрения опернадежности с точки зрения рисков и выстраивать свою деятельность как Банк России с точки зрения регулирования так и собственно наши поднадзоры должны с точки зрения парирования вот этих вот рисков в том числе с части выстраивания приоритетов по операционной надежности и импортозамещению спасибо спасибо возвращаясь к вопросу относительно запроса о неприменении мировоздействия который коллеги из ассоциации подняли то Банк России Я издал ряд информационных писем, в которых зафиксировал позицию, что в связи с новыми санкционными рисками Банк России не планирует применение мер надзорного взаимодействия, за исключением случаев, когда имеют место быть существенные риски в обеспечении информационной безопасности, которые могут повлиять на те направления, о которых я говорил. Спасибо. Но действительно, это замечание, это тема сейчас очень актуальная, и кажется, что ежедневные новости о том, кто уходит с российского рынка, по каким причинам, это прям, ну, чуть ли не самый топ того, что происходит в интернете, да, и здесь в том числе и про IT-компании, компании по безопасности. Виталий Сергеевич, хотел, наверное, ваше мнение спросить. Вот ВСТЭК в этом месте сформулировал достаточно, ну, подход к уровням доверия, где иностранные игроки, в общем, имели возможность прийти в Российскую Федерацию, со следующим образом сертифицироваться и получить возможность работать на российских компаниях с доверием к их деятельности. Будет ли этот поход как-то пересмотрен, осталось ли у нас вообще доверие к иностранным поставщикам и в какой форме оно теперь будет трансформировано или останется в прежнем формате? Спасибо. Ну, первое, по поводу иностранных, как бы, компаний, те, которые имели традиционный сертификат, в соответствии, они, ну, как бы, из раза в раз продлевали свои сертификаты на продукты. Сейчас, значит, эти сертификаты на иностранные средства, которые прекратили техническую поддержку, здесь ограничили, значит, ограничили предоставление каких-то услуг консалтинговых с точки зрения информационной безопасности и иных услуг, влияющих на поддержание безопасности, значит, своих продуктов. Эти сертификаты отозваны, точнее так, извините, аннулированы, значит, всего это 40, на сегодняшний момент это 40 средств программных и программно-аппаратных, значит, это вот, как бы, это первый тезис. Второй тезис, что основание, ну, надо положение там, у кого есть вопросы, положение присчитать, основание прекращения поддержки, значит, является для нас, значит, основанием для отзыва соответствующего сертификации соответствия. Вот это первое. Второе, что касается требований доверия, мы, исходя из понимания, что сейчас такая очень сложная ситуация с разработкой, производством и развитие отечественных средств, выпустили информационный документ по, значит, упрощению ряда процедур и сертификации для российских разработчиков. Этот документ мы направили всем ведерам, испытательным лабораториям, органам по сертификации, там он касается и процедурных вопросов, и вопросов, связанных с отработкой отдельных, значит, положений требований доверия. Это второй момент. Что касается непосредственно заданного вопроса, конечно, мы учтем при принятии решения в дальнейшем, если будут заявки на сертификацию зарубежных продуктов, если будут таковые, у нас сомнения, что они вообще теперь, как бы, значит, будут. Но если будут таковые, мы, конечно, все вот эти реализованные ими риски, мы, конечно, учтем. И просто отдельные требования к поддержке, к, значит, устранению проблем в средстве, мы, конечно, усилим. И будем более принципиально к этому относиться с учетом той обстановки, которую сейчас мы наблюдаем. Спасибо. Спасибо. Сергей, наверное, хотел аналогичный вопрос задать ветки ГОСОПКИ. Там тоже требования к силам и средствам, к технологиям есть формулировка, что наличие поддержки, оказываемой на территории России, является обязательным для того, чтобы система могла применяться в рамках центров ГОСОПКИ. Как здесь тоже со стороны ГОСОПКИ ситуация смотрится? И есть ли место, опять же, зарубежным игрокам в рамках системы средств ГОСОПКИ? В данном случае это наша позиция на неизменные. Вот эти риски уже изначально были заложены на этапе подготовки документов. И пока что ни один из иностранных вендоров к нам не заявлялся на свою сертификацию, поэтому средств сертифицированных нами, средств ГОСОПКИ и иностранного производства, которые бы сейчас в экстренном порядке были ими отозваны, к счастью, нет. То есть как не было, так они и не появляются? Мы очень щепетильно подошли при разработке требований вот к этому вопросу, подразумевая в том числе, что не исключен такой риск на самом деле. Поэтому в требованиях это уже было прописано. Наличие здесь локализованной поддержки, наличие здесь локализованных обновлений, наличие здесь этого юридического лица. Да, понятно. Спасибо большое. Можно я добавлю один вопрос к своему уступлению? Я сказал про прекращение сертификата, чтобы меня правильно поняли, значит, это прекращение на распространение, разработку и производство сертификата. Те средства, которые в инфраструктуре сейчас установлены, они продолжают пока функционировать до их замены. То есть никаких ограничений на эксплуатацию мы не вводили, чтобы все понимали. Но, значит, рано или поздно мы к этому подойдем и прорабатывать вопрос о переходе на отечественные средства безопасности, и, значит, ну, необходимо. Спасибо. Да, спасибо. Ну, касаясь тематики импортозамещения, помимо этого был указ президента, который касался практически всех компаний, которые в стране представлены. Владимир, могу ли у вас комментарии, насколько это касается банковской отрасли в полной мере, в частичной, там используются формулировки такие достаточно специфичные, наверное, которые касались слова заказчик, которые не каждый смог на себя интерпретировать из участников в зале. Опять же, как вот кредит финансовая связь должна реагировать на указ и насколько гармонизирован этот подход с тем, что транслируется Банком России сейчас? Ну, здесь наша позиция в целом очень схожа с позицией регуляторов, и Виталий Сергеевич сейчас все, собственно, доходчиво достаточно объяснил. Случились самые мрачные предположения пессимистов относительно использования зарубежного ПО, особенно СЗИ. То, о чем так долго говорили, вешали на это флаг импортозамещения, то, собственно, практически все угрозы и реализовались. Кроме, пожалуй, ну, единственное, мы не видели специальных закладок, недекларированных возможностей, ну, слава богу, именно в средствах защиты информации. Пока это только вот термины окирпичивания, отзыв каких-то лицензий и не продажа новых, соответственно, продуктов. Поэтому сегодня вопрос импортозамещения стал гораздо острее, и надо понимать, что он касается, ну, абсолютно любого. То есть сегодня покупка зарубежного СЗИ, особенно от недружественных стран, даже если вдруг каким-то образом они их там продают и так далее, даже если вы не госкомпания, не объект КИИ, ну, и так далее и тому подобное, это, ну, некий рисковый актив. Мы прекрасно понимаем, что если не государство, то, соответственно, зарубежная компания может прийти и, соответственно, отменить этот продукт. И здесь, да, вышел соответствующий указ президента, посвященный импортозамещению значимых на значимых объектах КИИ. Как мы понимаем, он касается большинства банков в том числе и банковской сферы. Как трактовать его? Ну, очень просто. Это слово даже прям дальше данного определения на него заказчики. То есть мы открываем 2.2.3, читаем, что такое заказчики и, соответственно, вот все, что попадает под определение заказчики, то и попадает в указ. Указ направлен на закупки. То есть закупки по 223, по 44 и так было сложно покупать импортное. Соответственно, в рамках 223 точно так же закупки теперь стали, ну, то есть закупка иностранного по нужно будет согласовывать. Вот, скорее всего, с профсильным фаивом, ну, то есть дальше будет выходить уже постановление правительства, порядок закупки иностранного по в рамках исключения и так далее. Все эти нормативные документы в ближайшее время появятся. Ну, и важно, что еще в целом трек импортозамещения, он немножко трансформируется в сторону, скорее, там, технологической независимости, потому что даже те, кто создавал, особенно для банков это актуально, создавали собственно автоматизированные системы, писали собственный код, попали под то, что очень многие, что мы же не импортозамещаем open source, а, соответственно, его технологическая независимость попала под большой вопрос, потому что вот этот институт open source и, скажем так, правильного поведения всех участников open source тоже подорвал, соответственно, основные доверия, и сегодня все, кто там настраивал автоматическое обновление библиотек и так далее, могли оказаться в очень странной истории, то есть импортозамещение касается не только даже стандартных продуктов, этот трек пошел дальше, сейчас это касается, скорее, даже технологической независимости, понять, где мы зависим, от чего мы зависим, не только в рамках железа. Спасибо. Спасибо. Подняли интересный вопрос по обновлению. Достаточно много рекомендаций выходило, которые говорят о том, что обновляться сейчас вообще, говоря, не очень безопасно, и понятно, что мы находимся сейчас в такой очень тонкой ситуации, когда, с одной стороны, обновление может привести к тому, что мы получаем новую закладку, с другой стороны, мы можем прийти к тому, что не обновленное ПО в рамках выявленных в нем уязвимостей может быть потенциально скомпрометировано со всеми вытекающими. Из того, что видно было сегодня на SafeServe, появился новый бюллетень, который касается рекомендаций по, собственно, обновлению в случае, если это очень необходимо, там, как я понимаю, это некоторая позиция синхронизированная ФСБ и ФСТЭКа. Виталий Сергеевич, Сергей, можете какие-то комментарии дать, каким образом пользоваться данным документом и насколько он отменяет или уточняет предыдущие рекомендации? Ну, что касается обновлений, вот Владимир Бенгин сказал по поводу того, что они не видели недекларированные возможности, а мы увидели недекларированные возможности. Вот когда, ну, если брать классическое представление, что такое недекларированная возможность, это функциональность, неописанная в документе. Вот мы столкнулись на отдельных зарубежных средствах в следующем, в соответствии со всеми инструкциями, правилами эксплуатации настроили, и вроде бы как должны были все обращения на внешние IP-адреса, все вроде бы заблокировали, даже определенную конфигурацию установили, а средство все равно функциональность потеряло. Понятно, что оно, это средство, которое на периметре стоит, так или иначе общается с интернетом, поэтому вопрос обновлений, вопрос обновлений и вообще, он такой довольно-таки чувствительный сегодня. И он чувствительный с точки зрения того, какие риски могут быть реализованы через данный вид, через обновление непосредственно. Что касается схемы обновления, которую коллеги из НКЦКИ предложили, мы в целом, она обсуждалась, мы в целом со своей стороны также сейчас дополним ее ряд определенными моментами, отдельными мерами и тоже со своей стороны направим в органы государственной власти, федерального, регионального уровня и субъектах КИИ, потому что вот эта грань между, как вы сказали правильно, справедливая, между уязвимым программным обеспечением и рисков установки обновлений, она очень такая сложная. Понятно, что решение должно приниматься непосредственно руководителем, ну оператором системы или руководителем организации, ну или полномочными соответствующими лицами, в каких случаях ему этот риск принимать на себя, а в каких случаях не принимать на себя этот риск. Мы со своей стороны и коллеги из НКЦКИ, и по нашей части дадим рекомендации определенные по минимизации такого риска, для того, чтобы если вдруг и произойдет какие-то события, то можно было, ну либо откатиться в предыдущее состояние, там, где это возможно. К сожалению, вот все вот эти рассуждения по поводу того, что давайте исследования централизованно проводить, давайте исследовать обновления с точки зрения безопасности, потом их централизованно раздавать. Мы попробовали на одном оборудовании вот с коллегами такой вот эксперимент провести, но он показал, во-первых, это дорого, ну потому что нужно создать замещающую инфраструктуру, ну имеется в виду стенды там, допустим, где-то это можно сделать, ну в отношении какого-то программного обеспечения, а вот в отношении отдельных программно-аппаратных средств это практически нереально. Во-первых, их сейчас невозможно приобрести, ну ограничения соответствующие наложены на приобретение из-за санкций там и так далее. А во-вторых, даже если их и можно где-то привезти, там некоторые стоимости, ну просто сотни там тысяч долларов, если это телеком оборудование, допустим, это вот первое. Ну допустим, мы его приобрели, и развернули какие-то там стенды. Дальше надо исследовать те обновления, которые мы получаем. Ну первое, их надо откуда-то получить, опять же, в условиях ограничения на доступа к официальным ресурсам. Это можно, конечно, сделать через определенные обходные пути. Допустим, мы их получили. Дальше вопрос исследований, какая глубина. Значит, если исследование проводить по всем нормативным требованиям, которые установлены с полноценными проверками, это очень дорого, трубозатратно и во времени очень долго. Значит, поэтому вот решить эту задачу в отдельных случаях проблематично. В каких-то, да, можно решить этот вопрос, и стенды развернуть, и там какие-то проверки провести. Но в таком, в тяжелом и высокотехнологичном оборудовании это непростая задача. Еще раз, это не означает, что не надо или и дальше будет действовать там запрет, потому что я еще раз говорю, если мы, условно говоря, получаем критичные уязвимости на средстве, которое стоит на периметре, в чем больше риск, что тебя атакует как бы хакер, ну обычный там как бы базовый уровень специалист, а если еще эксплойт появился по ее эксплуатации, или ждать там какими-то рисками с точки зрения там через обновление прилетят, да, то тут, конечно, первый случай он опаснее. Но, с другой стороны, есть же еще меры компенсирующие, это такие меры, как работа с периметровыми средствами защиты, это там и шестевые экраны, СИЭМы, там система обнаружения компьютерных атак, ну и так далее, ряд там средств, которые тоже минимизируют со своей стороны риски эксплуатации таких уязвимостей. В этой связи, конечно, мы ряд таких мер, в том числе с учетом бюллетеня коллег-нг ЦКИ, подготовим, которое, как мы считаем, снизит определенный уровень риска и доведем его до соответствующих и органов госвластей, до организаций, до субъектов критической информационной инфраструктуры. Да, Сергей. Тимир, тему действительно мы обсуждали, но, что бы хотелось отметить, да, это выпущенный бюллетень, это не панацея, да, и это не целеуказание, что делайте вот так. В нем написано, что то, что на, вот предложена, предложена схема, да, она может помочь руководителю организации и службе ИБ принять решение о целесообразности или нецелесообразности установки обновлений с учетом вот тех самых рисков, о которых сейчас говорил Виталий Сергеевич. Поэтому в первую очередь, безусловно, это все равно ответственность того руководителя, который будет устанавливать. Ему, зная специфику своей системы, он только может взвесить все эти риски и установить. Ну и как только ВСТЭК, собственно, дополнит своими требованиями, мы этот бюллетень, безусловно, скорее это скорректируем для того, чтобы все это соотносилось и было целиком и полностью единообразно. Да, спасибо большое. Действительно, тут стоит заметить... Можно я дополню чуть-чуть вот по поводу, сейчас я извиняюсь, рисков, просто это важно понимать, почему мы вот говорим о том, что, ну, руководители и службы ИБ должны эти риски оценить. Вот смотрите, я тут пример, ну, как бы приведу, чтобы понимать. Одно дело, у меня, ну, не у меня, а в организации потерял функциональность или ограничение по функциональному сетевой экран, это как бы одна, как бы, ситуация. А другая ситуация, когда у вас, у нас случаи такие уже практически есть, когда кран в порту, который управляется автоматизированной системой, в результате обновления перестал работать. Понимаете, то есть это все-таки разноуровневый, и поэтому, значит, мы должны сказать о том, что риск такой есть, но принимать его должен на себя, и мы должны компенсирующие меры предложить, что мы, собственно говоря, и делаем, но сказать конкретно вот о том, что давайте либо да, либо нет, ну, при всем... Я понимаю, что всем хочется именно так поступить, чтобы потом можно было бы сказать о том, что тут они мне написали там, и как бы я сделал, и у меня перестало там оборудование работать. Конечно, так бы всем хотелось бы, но на самом деле здесь не уйти от принятия решения никому, ни нам не уйти, выпуская меры, не уйти от такого принятия решения соответствующим организациям и органам госвласти. Да, понятно, спасибо. Ну, действительно, кажется, в текущей ситуации вопросы импортозамещения становятся гораздо более актуальными. Ну, дополнив коллег, ведь ничто не исключает ситуации приватного патча, который выпускается вендором обновлением именно под вас, который может не пройти через все системы проверки, которые проводятся на уровне государства, поэтому действительно взвешивание рисков – такой вопрос очень сложный и тяжеловесный. Хотел, наверное, спросить в этом месте еще, задать вопрос Андрею, вот как в части именно импортозамещения в кредитно-финансовой сфере. Говорили о том, что будут послабления, но тем не менее, какие, наверное, основные вектора, основные технологии находятся в контуре импортозамещения, ну и какие очередности по значимости со стороны Центрального банка сейчас видны. Коллеги, значит, по поводу импортозамещения у нас достаточно активно, мы сейчас идем по нескольким направлениям. Первое, мы, наверное, как и другие отрасли экономики, вырабатываем определенную организационную модель взаимодействия в новых условиях. У нас есть ряд банков крупных, которые готовы участвовать в этой работе с точки зрения своей компетенции и ресурсов, которые можно, так сказать, использовать для проработки опросов импортозамещения. Мы достаточно активно сейчас работаем с коллегами из Минцифры для того, чтобы выработать, опять же, подход к этой организационной структуре. Вот, и, собственно, мы собрали определенный объем информации за последнее время, который нам позволит приоритизировать эту деятельность. То есть у Банка России в виде не следующее, значит, что нам, как бы, не должно быть импортозамещение с точки зрения импортозамещения, да, значит, нам важно понять фактически риски. Риски с точки зрения как иностранное оборудование, как иностранное средство защиты влияет на, значит, доступность или, как сейчас принято говорит, операционную надежность банковских сервисов. То есть у нас есть объем информации, мы образуем площадку для обсуждения этих вопросов, рассчитываем, что, собственно говоря, в этой работе коллеги из Минцифры помогут нам с точки зрения привлечения, значит, неких отраслевых центров компетенции из других отраслей экономики. Мы планируем такую, собственно говоря, площадку организовать, значит, и, собственно говоря, задачей нашей является первостепенной, наверное, приоритизация, собственно говоря, направления, что, значит, именно выделение того класса оборудования, того класса программного обеспечения, значит, импортного производства, который создает максимальные риски с точки зрения, там, введения банковской деятельности. И, собственно, на этом будем концентрироваться. То есть наша ближайшая задача образовать вот такую организационную структуру, образовать площадку, приоритизировать информацию, собственно говоря, и наметить, выделить наиболее ключевые и рискованные направления деятельности, привлечь экспертизу и начать работать по этому направлению. Понятно. Насколько площадка планируется открытой? Любая банковская организация может присоединиться к обсуждению? Или это какое-то экспертное сообщество, собираемое на базе Банка России? Ну, по большому счету, мы в эту рабочую группу хотим и планируем привлечь и получили согласие именно тех организаций, которые, значит, обладают, еще раз повторюсь, компетенцией для проведения, так сказать, и экспертизой, и ресурсами для проведения, как, так сказать, оценки, так с точки зрения возможного тестирования тех или иных продуктов. Понятно. Спасибо. Ну и, наверное, вопрос о импортозамещении. Переходя дальше, мы, как говорим, много про корпоративную среду, про средства защиты. Там тема, безусловно, актуальна. Но кажется, что в текущих условиях она касается не только корпоративной жизни, но еще и нашей личной, нашей домашней пользы, домашних компьютеров. Вот там, не знаю, через какое-то время в случае даже работы наших удостоверяющих центров, наверное, iPhone будет плохим телефоном для работы с любым банковским клиентом. Да, и уже сейчас ряд банковских приложений из него автоматически исчезает. У банков даже нет возможности выложить соответствующее приложение на сайте для того, чтобы внутри iPhone это все встроить. Есть ли какие-то рекомендации или планы по импортозамещению именно такого не корпоративного, а конечных пользователей, Владимир, со стороны Минцифры? Как эта ситуация сейчас выглядит? Да, есть. Здесь, собственно, практически точно такой же трек, только он несет исключительно рекомендации, рекомендательный характер и, ну, уведомительный. Мы пытаемся сказать пользователям, показать, где есть аналоги. Такой трек сейчас активно идет с точки зрения браузеров. Соответственно, большинство получали рассылки с тех же госуслуг относительно перехода на Яндекс.Браузер, на Атом.Браузер именно с целью того, чтобы работали сертификаты безопасности, чтобы, соответственно, там и другие технологии. И такая работа будет продолжаться. Здесь нету речи о том, что мы будем запрещать использование, например, иностранных браузеров. Нет, скорее мы говорим относительно того, что, да, с учетом санкций у нас у корпоративного сегмента некие ограничения, то есть там ряд сайтов и ресурсов теперь могут работать только вот так. Поэтому, соответственно, помните об этом и рекомендуем использовать там другое ПО. Эта работа будет продолжаться. С точки зрения операционных систем, ну, все очень верно подмечено. Мы будем мониторить, как будет дальше развиваться история с тем же Apple. Мы знаем, что на Apple можно устанавливать программное обеспечение через шнурок от MacBook. И предвидим, что, возможно, некоторые крупные организации разработают некий сервис, который будет при приходе в эту организацию доставлять, соответственно, удаленные приложения. Такой подход тоже возможен. Но, в целом, конечно, использование устройств Apple гораздо сильнее ограничено, нежели возможности на Android. Мы все это прекрасно понимаем. Также хотелось бы дополнить по обновлениям. Я не мог обойти стороной эту тему. Мы все прекрасно понимаем, насколько это болезненный вопрос. И в дополнение к тому, что говорили регуляторы, много занимался vulnerability management. И, конечно же, мы понимаем, что автоматическое выключение обновлений – это практически перестройка всего процесса патч-менеджмента, что, конечно, влечет очень далекие проблемы в дальние перспективы. Такие, как если у вас огромные автоматизированные системы, там много различного ПО используется, то, например, там различные базы данных или одна и та же база данных сотни раз, то где-то через полгода, через год у вас будет версионный зоопарк. Ну, потому что одно ПО было установлено в сентябре, другое в ноябре, третье, соответственно, летом. И так как автоматическое обновление выключено, оставится обновление только когда выходит критическая уязвимость, а с точки зрения той же СУБД всегда можно справиться наложенными средствами защиты, то в конечном итоге через год-полтора у вас будет огромный версионный зоопарк, и в выходе какого-то критичного обновления его установить будет, ну, очень проблемастично. И это тоже те риски, которые нужно всегда оценивать и нужно понимать. И с точки зрения импортозамещения корпоративного, здесь также важный призыв, хотелось бы здесь дополнить и поддержать Андрея в том, что мы не только на уровне государства что-то запрещаем, говорим, это больше не закупать, это больше не использовать с такого-то года, но мы также внимательно смотрим на те сектора, которые наиболее проблемные и в которых там роль государства важна, чтобы помочь импортозаместить, сформировать либо универсальные требования, либо универсальные подходы, либо, соответственно, совместные предприятия, либо простимулировать там те или иные госкомпании на создание отдельных там целых классов решения. И здесь, конечно, мы прекрасно понимаем, что нужно не только кидать какие-то требования в сторону рынка, но еще и протягивать руку помощи и как-то совместно бороться с проблемами. Все-таки я хотел дальше вернуться к тематике пользователей, там, Володя, хотел бы тебя продолжить. Был шикарный вопрос, и почему я предпочту его прям зачитать заново. Почему до сих пор не решена проблема с подменой телефонных номеров, которые активно используют мошенники, звонящие от имени служб безопасности банков? Не знаю, как у всех, но у меня с 24-го числа звонков стало гораздо меньше, буквально парочка, наверное, произошла по всем моим знакомым. Но, тем не менее, какие движения в этом месте были предприняты, и какие, возможно, уже работы проведены в этом направлении, и что для защиты пользователей делает страны Минцифры? Ну, начнем сначала. Почему до сих пор не решена? Мы знаем, что к любой проблеме можно подходить по-разному. Можно взять дамоклов меч и, соответственно, разрубить, и с любой проблемой можно так же поступить. Но, возможно, это повлияет на что-то другое, более существенное, или менее существенное, но тогда надо оценить эти истории. Решить вопрос подмены номера можно радикально, и можно за буквально несколько месяцев, но это перекроит, к примеру, весь операторский рынок, что мы не планировали, и мы хотели, и искали, и нашли более, скажем так, как тонкие инструменты, которые не требуют перестройки целого рынка, уничтожения половины отрасли и так далее и тому подобное. Кстати, сегодня мало цифр прозвучало, надо сказать хоть какую-нибудь цифру. Звонки телефонных мошенников за март месяц по сравнению с мартом месяца прошлого года. Это среднесуммарная по финансовому рынку операторам связи и, соответственно, различным IT-организациям составляет 34,75. Вот, примерно такой процент, то есть падение в три раза. Да, оно действительно в первые дни упало до нуля практически, до единиц процента, мы все прекрасно понимали, откуда у нас идет основной фон этих звонков, и боролись с ним. Но буквально через несколько недель коллеги, наши оппоненты, перестроились, начали, соответственно, активно возвращать это все в жизнь. Но так как, соответственно, мы тоже активно работаем с этим, то, соответственно, здесь началась стандартная борьба мяча и щита. Мы очень надеемся, что в рамках этого года мы сможем радикально снизить эту историю. Есть и оперативная деятельность, есть и законодательные инициативы, есть и, соответственно, некие технические проекты, которые должны системно решать эту проблему. Так что очень надеюсь, что вот этот показатель в три раза снижен. Мы сможем, ну, если не в таком же виде, ну, хотя бы, там, примерно таком дотянуть до конца года. Да, спасибо большое. Ну, а защита пользователей связана не только с тем, чтобы бороться со злоумышленниками, но еще и с тем, чтобы усиливать безопасность на уровне, ну, систем, которые интересны для взлома. Андрей, можете ли как-то дать комментарии, будут ли с точки зрения антифрода усиливаться регулирования, усиливаться требования, или на текущем этапе, как будет развиваться система защиты от мошенничества с точки зрения банков, ну, которые являются, очевидно, основным источником и целью атак, направленных на пользователей. Спасибо за вопрос. Ну, то, что... Вопрос касаемо статистики, да, то мы, на самом деле, регулярно, поквартально опубликуем, собственно говоря, статистические данные относительно фрода, поэтому, вот, собственно, сейчас у нас начинает переходить информация статистическая по первому кварталу, собственно говоря, банк России, согласно сложившейся практике, статистику опубликует, значит, по первому кварталу, тогда можно будет делать выводы относительно, так сказать, динамики фрода по отношению к, условно говоря, аналогичному кварталу предыдущих лет. Вот, это первое. Второй момент, то, что касается инициатив по противодействию антифроду. У нас, безусловно, это, как я в самом начале сказал, это в фокусе внимания достаточно давно, и здесь есть ряд инициатив, как законодательных, так, собственно говоря, и таких нормативно-технологических, да, которые мы пытаемся реализовывать. С точки зрения корректировки законодательства, у нас есть несколько основных треков, да, мы с коллегами из банков и достаточно плотной ассоциации это дело отрабатывали, значит, основное, что мы видим, это первое, повышение качества антифрод процедур, да, собственно говоря, это важно, то есть сейчас на регистрации министерства юстиции находятся изменения в нормативный акт 716-е положение, на которое именно направлено на то, чтобы показатели качества антифрод процедур вошли в систему управления операционным риском в составе корпоративного управления. Знаете, нам кажется, эти изменения достаточно важные с точки зрения повышения качества работы банков по антифроду. Второе направление, которым мы достаточно активно работаем, это усиление взаимодействия Банка России, как организация, которая ведет базу данных об операциях без согласия и попытках операции без согласия, и правоохранительных органов, в первую очередь органов МВД, чтобы информация та, которая Банком России аккумулируется и планируется дальше деятельность развиваться с точки зрения качества и обогащения этой информации, информации этой базы данных, которую Банк России по закону ведет, оперативно предоставлялось коллегам из МВД, что по нашим оценкам существенным образом должно повысить качество работы и качество раскрывания этих преступлений. И третье направление, не менее важное, наверное, одно из таких наиболее важных, значит, опять же, законодательные треки и технологические треки направлены на то, чтобы деятельность похищению в какой-то мере потеряла экономическую эффективность, скажем так, да, то есть, здесь мы достаточно много, значит, законодательных инициатив двигаем, сейчас мы находимся в стадии внесения этих законодательных инициатив в Государственную Думу и надеемся, что закон в ближайшее время как бы пройдет необходимые процедуры и будет принят. Значит, то есть, мы предусматриваем определенные ограничительные механизмы, которые должны быть реализованы как на стороне банков, плательщиков, так и на стороне банков, которые обслуживают лиц, которые потенциально задействованы в схемах вывода денежных средств для того, чтобы существенным образом осложнить указанную деятельность и в перспективе сделать ее экономически, так сказать, нерентабельной. То есть, поэтому мы активно работаем как на уровне законодательства, так и на уровне взаимодействия с банками, чтобы проблемы фрода в нашей стране именно, в том числе, по линии социальной инженерии победить. И плюс, безусловно, мы очень большое внимание последние полтора-два года уделяем вопросам финансового просвещения, скажем так, повышения уровня киберграмотности населения. Здесь у нас целая программа, целый план работ, да, мы работаем и с профильными фаивами для того, чтобы информация доводилась до населения, мы работаем внутри Банка России, значит, у нас разные треки финпросвета, собственно говоря, и мы рассчитываем, что через некоторое время эти наши усилия дадут результат для того, чтобы у наших граждан появились определенные навыки, так сказать, киберграмотности, которые им позволят не попадать, так сказать, в капкан вот этих вот лиц, которые занимаются социальной инженерией. Спасибо. Да, спасибо большое. Действительно, статистика по телефону мошенничества прям впечатляет снижение в три раза. Надеюсь, что цифры по мошенничеству совокупно от Банка России в ближайшем время будут, покажут схожую динамику, а с чем сейчас приходится сталкиваться пользователям, как их атакуют, как это со стороны собственно самой отрасли. Алексей, есть ли какие-то у вас ассоциации банков, не знаю, новые примеры мошенничества, новые подходы, с которыми необходимо будет прямо сейчас ознакомиться пользователям для того, чтобы не попасться в капканы очередных ловушек? Ну, на самом деле таких радикально новых примеров нет, это все те же самые старые кейсы, которые в новой интерпретации появляются, выходят. Ну, вот хорошо, конечно, что количество звонков уменьшилось в три раза, многие это отметили, я, по крайней мере, точно по себе заметил в этом плане большой плюс. Из новых кейсов, скажем, то, что ты буквально на днях, сегодня, там вчера была новость, то, что один из крупных банков обозначил, что, оказывается, нужно более внимательно следить за тем, в каких интернет-магазинах мы оплачиваем покупки, потому что оказались ряд внешне легальных фирм, которые работают, поставляют товар, но при этом зачем-то в свое время накапливали всю информацию по поводу всех карточных реквизитов, всех координат пользователей, и потом попытались воспользоваться разом по списанию со своей стороны массово денежных средств тех карт, которые у них было. Это вопрос, то, что Андрей правильно поднял, финансовой грамотности, финансовой, с точки зрения кибербезопасности пользователей, что нужно иметь не одну карту и в интернете совершать покупки с некой виртуальной карты, на которой не хранить лишние деньги, потому что в какой-то момент кто-то может пропустить подобные лишние списания и вернуть законными способами. К сожалению, здесь будет невозможность, это идет не из дружественной страны. Ну и то, что отмечалось, было сказано, чуть подробнее скажу по поводу 161-го закона. Он у нас в части защиты со стороны банков и государств по поводу хищения денег с помощью той же социальной инженерии заработал несколько лет назад, но был направлен именно с точки зрения защиты на стороне банка отправителя, там, где обслуживается клиент. Именно в тот момент, когда банк с технической точки зрения может увидеть, что третье лицо пытается похитить деньги. Но вот, к сожалению, социальная инженерия развилась, развилось это направление, и в том числе, к сожалению, многое делается руками самих же клиентов, и цифры вот за прошлый год они растут, говорят обо много, потому что там по бюллетням Банка России, по-моему, 13,6 миллиардов денег было похищено, к сожалению, только менее 7% смогли вернуть назад. И вот эти изменения, они назревали давно, мы предлагали свой вариант, который вынашивали вместе с нашими участниками, с Банком сообществом, он не прошел, но мы договорились, создали хорошую экспертную группу вместе с Центральным Банком, они ее возглавили и подготовили дополнительные изменения, которые мы считаем позволят, ну, если не остановить всю эту работу, то ввести дополнительные инструменты и повысить себестоимость вот этих мошеннических операций для того, чтобы украсть деньги. Это и более оперативное наполнение той базы, которая есть у Центрального Банка и возможность ее использовать всеми участниками самостоятельно для возможности именно приостановки электронных средств платежей и введения дополнительного периода такого вот охлаждения для клиентов до двух дней, когда он находится под таким психологическим воздействием и манипулирует, чтобы от него могли вот эти третьи силы отстать и он уже мог услышать наконец тех специалистов из Банка, которые ему пытаются донести, что им манипулируют. Надеемся, что это все дело запустится относительно быстро. Все-таки у нас сейчас быстро применяются изменения, которые направлены, нужны давно были отрасли и тем более здесь он согласован со всех сторон, всеми участниками. Ну и еще одна вещь, которая должна быть все-таки с нашей мнения позиции реализована, это должно быть радикально изменено взаимодействие между основными участниками здесь. Это финансовые учреждения, центральный банк, ну и главное, это правоохранительные органы и судейская система. К сожалению, на сегодня все процедуры, которые прописаны есть в законодательстве, в нормативных тех актах, которые существуют, мы находимся где-то не знаю, в прошлом веке, все нужно делать на бумаге, нужно собирать последовательно необходимые сведения, передавать, из-за этого, к сожалению, даже когда есть фактура у служб безопасности банков, она не может быть быстро реализована и клиент вынужден ходить, оббивать все пороги ведомств, соответственно, затягивается это иногда не на один месяц. Вот здесь это должно быть с одной стороны налажено электронное взаимодействие, плюс понимая, что это абсолютно типовые взаимодействия, то есть это может быть при получении сведений и когда это уже акцептовано в базе данных финцерта, то информация может направляться от имени клиента с помощью обслуживающего банка сразу для возбуждения дела в правоохранительные органы, направляться в суд для принятия решений по обеспечительным мерам и информация должна предоставляться органы и в судейскую систему не по их запросам, а на основании того, что уже хранится и есть в финансовых учреждениях и то, что согласовано с Центральным банком. Все это позволит соответственно начинать расследование и принимать необходимые меры уже в течение буквально часу-полутора после начала работы. Да, спасибо большое. У нас осталось еще несколько вопросов таких в режиме блица, наверное, я попробую в последние ближайшие минуты их задать. Первый в сторону FSTEC, в сторону Виталия Сергеевич, наверное, к вам. Много сейчас вызабатывается разных документов и как-то сообщество заметило, что документы FSTEC получают грифы ДСП. И, собственно, вопрос, чем это связано, что появляется в них закрытого для того, чтобы нельзя было опубликовать их в открытых источниках и работать с ними в классическом подходе. У нас не меняется этот подход уже много лет, и я уже объяснял не на одном мероприятии, почему там ограничительная пометка, потому что у нас, как правило, только ограничительную пометку носят, как правило, только документы, касающиеся требования к технологиям, к средствам. Причина следующая, что там объединены как требования по защите информации ограниченного доступа, как Густайна, так и информации конфиденциального характера. Поэтому в этом причина поставления ограничительной пометки. Это первое. Второе, они предназначены в первую очередь для разработчиков средств защиты и испытательных лабораторий и органов по сертификации. Там в преамбуле об этом написано в общих положениях. Если к нам разработчик средств защиты, он должен иметь соответствующую лицензию. Эти документы при получении лицензии у него должны быть. Если он к нам обращается, мы ему предоставляем. Поэтому вот собственно говоря и все причины. Мы в отдельных случаях, тогда, когда есть необходимость, мы делаем выписки в части конфиденциальной, только информация. И тогда снимаем эту ограничительную пометку. Вот в этом причина. У нас это очень давно практика такая. Проблем в получении со стороны разработчиков российских, я подчеркну, ее как бы у нас нет. Кто обращается, всем даем. Ну, видимо, иностранные разработчики спрашивают, они тоже могут А иностранные разработчики сначала пусть как бы обеспечат реализацию требований законодательства и нормально на рынке у нас работы начнут, а потом с точки зрения безопасности. А потом будем разговаривать по поводу получения тех или иных требований. Вот иностранные разработчики. Иностранные разработчики, у нас есть иностранные разработчики, которые значит имеют лицензию, ну, представительство, я так скажу, лицензию стек По тем организациям мы еще готовы обсуждать, у нас один казус был с одной компанией и все. А по поводу всех остальных иностранных разработчиков, они особо и не обращаются к нам. Спасибо. Сергей, еще вопрос в сторону НКЦКИ. Действительно, очень хорошая энергетическая конфигурация получилась в части ГОСОПКИ между Финсертом Банка России и работой НКЦКИ. И он получил такой неофициальный статус отраслевого центра. Будет ли практика дальше отраслевых центров развиваться? Будет ли какое-то закрепление ее в нормативных документов или прецедент Центрального банка останется единственным в ближайшее время? Ну, Финсерт является не единственным примером на текущий момент отраслевых центров. У нас создан отраслевой центр у Минцифры. Это в ГУП интеграла, если мне память не изменяет сейчас. У нас появился отраслевой центр. Он в такой стадии еще становления нормального в Минэнерго. В целом мы расцениваем отраслевые центры, рассматриваем их как центры компетенции в определенной отрасли, который должен стать аккумулятором всех тех знаний о специфике работы отрасли и всех тех знаний об обеспечении безопасности организации в этой отрасли, организации работ по линии ГОСОПКИ. Поэтому в целом мы поддерживаем создание вот этих отраслевых центров, но в то же время надо понимать, что мы не настаиваем на этом. Почему не настаиваем? Потому что многие организации в силу своей компетенции, в силу своих знаний и опыта, они в состоянии самостоятельно организовывать работу по нашей линии и говорить о том, что нет, обязательно идите там в какой-то отраслевой центр, ну, наверное, это будет не совсем корректно, как минимум. К тому же создание таких отраслевых центров одновременно, ну, может сложиться ситуация, что потрачено достаточно большое количество средств, времени, сил, а результат, который будет получен по итогам создания этого отраслевого центра для определенного объема организации, да, он будет по стоимости, так скажем, ниже. Поэтому здесь, ну, надо рассматривать, собственно, баланс, когда действительно следует создавать, когда, наверное, целесообразно, когда нецелесообразно создавать вот эти центры. В целом, еще раз повторюсь, мы поддерживаем такую инициативу, потому что и нам проще работать здесь, потому что появляется центр компетенции в соответствующей отрасли. Да, спасибо. Ну, что у нас потихоньку заканчивается? Я еще, я вот еще все-таки поограничительно, по такой очень вопрос. Я же одному коллеге, специалисту сказал же, значит, вы пришлите мне профиль защиты, значит, зарубежной, ну, я имею в виду там министерство какого-нибудь там, не будем кого говорить, США, на по оценочному уровню доверия выше четвертого, там, четыре усиленной, да, если по 15-408, мне ничего не прислали. Ну, то есть, нас же как говорят, давай там эти открывай, все должно быть открыто. Ну, давайте мне аналог, никто мне ничего не прислал, это первое. Второе, вы посмотрите, даже по 15-408 методология вся, она идет до четвертого уровня доверия, а потом все там как бы вот отдельными там документами и так далее. Поэтому это общая как бы практика и понятно, почему она, почему, понятно. Поэтому не надо вот нам постоянно топить нас за то, что вот мы что-то там ограничиваем, мы что-то кому не даем, кому мы не даем. Кому надо, кто хочет работать и кто стремится к выполнению требований по безопасности, мы все даем. Все, значит, получаете лицензию, значит, или заявляетесь о получении лицензии, мы даем соответствующие требования. Извините, да, эмоционально. Нет, на самом деле, действительно, в текущей ситуации это, мне кажется, очень понятный и правильный мысль, если казахстанная компания хочет работать в России, она должна демонстрировать это в смысле сотрудничества. И мы его видим, к сожалению, в последнее время достаточно мало. Там нас лично отозвали из FIRST, сказали, что мы больше не являемся членами международных FIRST, вот, там, вендора ведут себя соответствующим образом, ну, и разработчики больше просят, чем предлагают от себя помощи. Ну, что, на этом хотелось, наверное, подвести итоги дискуссии, что важно, мне кажется, что в текущей ситуации все отмечают, что все вызовы еще впереди, и хотя мы уже пережили новую интенсивность, а так, которые мы, в общем-то, были, должны были быть готовы, и большей частью, в общем-то, банковское сообщество с ней справилось, но не стоит почивать на лаврах, впереди у нас еще много интересных испытаний, вот, тем более, что приватность пользователей исчезает ежедневно, утечки из служб доставки, утечки из ритейса, теперь для атак на пользователей, для мошенничества, громадье информации, поэтому давайте будем защищать и корпоративную инфраструктуру, и пользователей, ну, и удачно во всем конференции. Спасибо. Спасибо. Спасибо, спикером.